Мне в них не холодно. Около полутора месяцев назад я приобрел себе Xiaomi Mi Snickers 2, как я понимаю, это модель вторая. Уже вышла третья. Я все думал, как же вам рассказать о моем приобретении, потому что кроссовки до этого у меня были разных производителей, в том числе и Columbia, и очень мне понравились скетчерсы. И в итоге я понял, что все эти характеристики, какая там подошва трехслойная, многослойная, и все эти красивые промо-видосы, они не стоят ни в какой ряд, ни в один ряд с тем, как происходит это на самом деле. А происходит это следующим образом. Ты просто ходишь в них каждый день. Почему я выбрал именно эти кроссовки, эту модель? Потому что мне нравится все, что практически не имеет штурков. Вы скажете, стоп-стоп, Паш, на твоих кроссовках есть штурки? Да, но они сделаны в форме носков, то есть их не надо зашнуровывать. Ты просто запихиваешь-то за ногу и идешь. Или бежишь, или прыгаешь, или еще что-то делаешь. На дворе октябрь месяц, я приобрел их в августе. В общем-то, два месяца эксплуатации позволяют мне сказать, что в каждый день, несколько часов подряд, может быть, даже целый день, кроссовки позволяют чувствовать себя комфортно. Конкретно про модель. Они черные, бывают белые. Ссылка будет, как всегда, в описании. Ну а что в итоге? А в итоге удобная обувь на каждый день. Я не спортсмен, я не хожу в тренажерный зал. Я просто использую эти кроссовки в каждый день для того, чтобы передвигаться по улице. Да, когда идет дождь, может быть, тряпочка, из которой они сделаны, а сделаны в форме вязки, она имеет свойство намыкать. Но еще не было ни разу, чтобы у меня ноги промокли прям уж так сильно, как бы вообще практически никогда ничего не промокало. Можно сказать, вообще не промокало. То есть, я делаю вывод о том, что кроссовки-то на самом деле клевые. И два месяца их использования, эксплуатации, кроссовок в среднем за 50 долларов, это более чем достойный вариант. Есть очень много клонов, есть очень много пародий. И практически все, что сейчас продается в магазинах вашего города, похоже на то, что делает компания Xiaomi. Это тренд, то есть кроссовки-носки. Это прикольно, потому что это позволяет вашей ступне быть в комфорте. Хотя, если честно, первые сутки владения и ношения этих кроссовок доставили мне очень большой дискомфорт, потому что это произошло летом. После того, как я поллета проносил обычные тапки, сланцы, привыкать ноге к новой обуви, это такое себе удовольствие. Да, и, собственно, совсем забыл добавить по поводу качества. Качество на уровне, то есть, мне кажется, что оно никак не пострадало в соотношении цены. То есть, они очень, очень, для меня, по крайней мере, качественные. Фут-фут-фут, чтобы они носились и носились. Но, например, кроссовки-скетчерсы, они у меня просто разорвались, и мне их поменяли по гарантии. И вообще, существует много лайфхаков по гарантии именно обуви. Если вам интересно, то пишите в комментариях, что вам интересно. Я, может быть, в комментариях или отдельно запишу видос, что у нас происходит с законодательством по возврату, по гарантии. Именно обуви, без разницы, где вы их купили, и без разницы, сколько они стоят. Хоть 100 рублей. Как-то так. Ну, а что в итоге? Еще раз повторюсь. Это удобная, практичная обувь. И рассказывать о ней в плане технологий нет смысла. Я хочу просто поделиться тем, что, если вы ищете себе кроссовки на каждый день, это не зимние кроссовки, это демисезонные или летние кроссовки. Летом, наверное, будет жарко, но вот осенью, весной это более чем достойный вариант. Если вы ищете себе клевые кроссовки со светоотражающими шнурками, там есть такие специальные нити, которые в темноте при попадании светофар или просто уличного освещения, они немножко так как бы светятся. Не то, чтобы светятся, а просто отражают свет. Поэтому это, наверное, обзор моих впечатлений от использования кроссовок Xiaomi Mi G Snickers 2 или как они там называются. Для более точного описания заглядывайте в ссылку в описании под этим видео. Ну что, совсем скоро увидимся. Спасибо за просмотр. Пиши Дональд Даг. Совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока.